This conference will now be recorded. Я, Тимина Татьяна Анатольевна, более 15 лет у меня опыт руководства и создания подразделений повышения эффективности бизнеса и, в частности, как раз опыт управления ресурсами, в том числе и опыт управления, участия в проектах по внедрению и там. Значит, как мы сегодня с вами построим нашу встречу? Во-первых, я представлюсь, представлю область своей экспертизы. Далее попрошу буквально на пару вопросов вас ответить. Можно в чате, как вам удобнее будет, можно голосом. А дальше расскажу кратко о тех основных видах обучения, которые проводятся в учебном центре специалистам, чтобы вы могли для себя, для своей карьеры подобрать наиболее удобный для вас формат и курс. И основное время мы, конечно, посвятим обсуждению вопросов, как раз связанных с внедрением IT-активов или там. Да, и главное, конечно, мы с вами поговорим о том, какие подводные камни чаще всего бывают. Они как раз меньше всего думают, что достаточно типично и как их преодолеть. И дальше, естественно, в конце вебинара я отвечу на ваши вопросы и оставлю несколько полезных ссылок на те курсы, которые как раз могут быть полезными при как раз внедрении таких серьезных проектов, как управление IT-активами. Ну что, тогда начнем. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вам бы хотелось бы в рамках заявленной темы обсудить, ну или узнать ответы на них, то предлагаю писать их в чат. Также, да, чат я буду просматривать регулярно, значит, с тем, чтобы вещание у нас с вами шло хорошо. Я сейчас отключу свою камеру и мы сосредоточимся целиком на теме. Так, сейчас посмотрю как раз в чате, есть ли каких-то вопросов, вопросов пока нет. Ну что, тогда идем по вот такому заявленному плану. Итак, как я уже сказала, меня зовут Татьяна, именно Татьяна Анатольевна, а в целом у меня более 18 лет внедрения систем повышения эффективности. И это как раз в основном проекты, связанные с IT, собственно, с чем и связано мое участие в проектах по внедрению управления IT-активами. И, собственно, вот почему я веду этот курс в учебном центре «Специалист» и почему сегодня мы с вами встретились на вебинаре. Значит, по поводу, ну уже, видите, уже более 15 лет прошло, то есть вот как раз недавно отметила 15-летие, здесь еще старая цифра идет. И, значит, являюсь активным членом Национальной ассоциации профессионалов, управляющих проектами. Вот как раз это одни из последних моих проектов по разработке модели аналитических компетенций. Кстати, аналитические компетенции очень нужны при любом трансформационном проекте, а управление IT-активами как раз относится к серьезным таким трансформационным для компании проектам. Значит, здесь приведены мои сертификаты, чем я очень горжусь тем, что награждена высшей наградой Проектной ассоциации или Национальной ассоциации профессионалов, управляющих проектами, высшей наградой за вклад, значимый вклад в развитие как раз ассоциации и проектного управления в России. Почему особенно горжусь этой наградой? Потому что она вручается только один раз в год, только двум членам ассоциации, только раз в жизни. С учетом того, что в ассоциации около 10 тысяч членов, то, как говорится, получение такой награды очень приятно. О чем еще хочу сказать? Что да, очень помогают в проектах трансформационных, естественно, знания принципов agile. И вот здесь как раз приведены мои награды, в частности, для завнедения корпораций систем автоматизации бизнес-процессов. В частности, вот видите, как раз проект по поводу лучшего, скажем так, проекта, за проект, который внес особый вклад в развитие компании. И очень горжусь тем, что в 21-м году меня пригласили в качестве спикера провести мастер-класс на 32-м международном конгрессе IPMI. И вот, собственно, благодарственное письмо от ассоциации. Да, очень приятно получить. Ну что, теперь хотелось бы уточнить, Ольга, у вас. Ваша область деятельности, то есть какая сфера, IT, банки, строительство, ну в общем, та сфера деятельности, в которой вы работаете, и ваша должность. Я просто постараюсь максимально в нашем мастер-классе, в нашем семинаре приводить примеры, такие близкие к вашей деятельности. Вот, поэтому в чате попрошу ответить вот та отрасль, в которой вы работаете, и ваша должность. Можно отметить ту отрасль, в которой вы сейчас работаете, можно отметить ту отрасль, в которой вы планируете работать, ну после, в частности, обучения в учебном центре специалистов. Да, потому что более тысячи курсов, как вы знаете, у нас есть. Вот, пока вы пишете в чате, я тогда расскажу о том, что более 30 лет, а уже в этом году, уже скоро 30, экономика, главный специалист. Отлично, Ольга, благодарю вас. Итак, вот более 30 лет уже, почему говорю, опять же, более, потому что в этом году будет уже 31 год, и уже скоро. Как в учебном центре специалист, мы учим людей, причем именно специалистов выращиваем, да, более 12 тысяч человек уже, причем курсы, да, 12 тысяч человек, это относится только к одному из форматов, формат открытого обучения. А в целом более миллиона выпускников прошли наши программы, более 35 тысяч корпоративных клиентов, несмотря ни на все, как говорится, перипетии, наоборот даже, скажем, количество и корпоративных клиентов, естественно, ежегодно растет, более 200 преподавателей в учебном центре специалистов, и, что очень важно, более тысячи курсов. То есть курсы наши рассчитаны на то, чтобы покрыть все ваши требования для развития карьеры, для успешного внедрения проектов, которые как раз являются основой, такой устойчивого развития любой компании, ну, собственно, в наше время. Вот именно поэтому такой интерес к нашим курсам. И что хотела сказать, что, естественно, формат обучения тоже немаловажен, поэтому в учебном центре специалист есть несколько форматов, то есть есть очные, как вы знаете, в группах, ну, на всякий случай скажу, да, есть групповые, да, можно очно заниматься, можно по вебинару заниматься, есть индивидуальное обучение. И что очень интересно, то есть это как раз формат открытого обучения. Почему? Потому что это один из наиболее перспективных таких форматов, которые позволяют учиться в любом темпе, в любое время для вас. В наше время это, конечно, весьма актуально, потому что подстроиться порой под такое расписание курсов бывает сложно. Ну и плюс ко всему, какие еще прелести, помимо самостоятельного темпа обучения. Это, конечно, быстрый старт группы. Ну, например, возникла у вас какая-то потребность, для которой надо как раз повысить свою квалификацию, повысить уровень знаний, пожалуйста, очень быстро набираются группы в формате открытого обучения. Есть индивидуальные консультации в рамках открытого обучения, то есть можно как раз каждому слушателю получить в рамках своего курса именно вопросы, ответы на вопросы, как лучше решить ту или иную рабочую ситуацию. Ну, собственно, почему я как раз спросила у вас, кем вы занимаетесь, в какой отрасли, с тем, чтобы побольше примеров привести в рамках нашего мастер-класса, именно как раз из вашей области. Неограниченный доступ к знаниям, лучшие преподаватели, ну, собственно, вот это вот все то, что помогает тем слушателям, которые не могут проходить очные программы, а прекрасно, со стопроцентной гарантией получать образование, получать обучение в учебном центре специалистов. Ну, и здесь буквально это отзывы, как говорится, слушателей. Это действительно вот очень похожие отзывы слушателей, например, мне пишут, потому что я тоже часто веду форматы как раз открытого обучения. Вот, ну, это к вопросу о возможностях образования в учебном центре специалистов, возможности получения знаний в учебном центре специалистов в удобное время, в удобном формате и более тысячи программ. И сейчас как раз мы перейдем уже к основной цели нашего мастер-класса. Это как раз к тому, что такое, какие подводные камни бывают при внедрении управления IT-активами. Ну, прежде чем мы сейчас перейдем уже к основной теме нашего вебинара, хотела бы уточнить у вас, Ольга, есть у вас какие-то вопросы, на которые вы бы хотели получить ответ? Или просто хотелось бы вот в целом узнать информацию о том, какие подводные камни есть и что с этим можно сделать? То есть, может быть, какие-то вопросы есть, что вы уже внедряете систему управления IT-активами в своей компании. И, соответственно, хочется какие-то нюансы уточнить. А вот, ну, пока вы пишете в чате, если есть у вас такие вопросы, я как раз начну с того, что мы просто узнаем, отлично, отлично. А так тоже, да, собственно, вот это вебинары, наши такие семинары, мастер-классы дают такую возможность. Вот, ну, прежде чем перейти к подводным камням, просто не знаю, насколько вы знакомы вообще с темой управления IT-активами, я хотела дать определение, что такое вообще IT-эссет менеджмент, или там, как сокращают, или управление IT-активами. Вот, так вот, это деятельность по обеспечению всестороннего контроля над IT-активами предприятия, причем на всех стадиях жизненного цикла, с момента планирования, приобретения и заканчивая выводом из эксплуатации по следующим отчуждениям. Вот, казалось бы, тема очень полезная, и действительно, с учетом того, что вы, как экономист, наверняка знаете, что на обеспечение, на развитие IT в компаниях выделяются достаточно серьезные финансы, а, конечно, управление такими финансами, с учетом того, что по статистике более чем на 15% повышается действительно эффективность IT после внедрения управления IT-активами, вот, то понятно, что вроде как в любой компании надо внедрить такой подход. Ну, потому что средства на IT выделяются достаточно существенные, а управление IT-активами повышает существенную эффективность этих средств. Казалось бы, всем это надо. И, вы знаете, да, если грамотно внедряется действительно система управления IT-активами, то это действительно напоминает вот космический корабль, и компания может, переходит на другой уровень своего развития. А возникает закономерный вопрос, а почему тогда это делается не так часто? То есть далеко не в каждой компании, даже там, даже в тех компаниях, которые занимаются IT и IT-разработками, где, собственно, вот управление IT-активами, наверное, это такая корневая функция, да, вот далеко не везде идет управление IT-активами. Ну, здесь как раз почему? Потому что есть вот эти самые подводные камни. Значит, Ольга, скажите, пожалуйста, вы изучали курс управления изменениями? Можно, не обязательно в учебном центре специалист, можно в любом другом, просто хотелось понять, насколько вот в плане управления проектами нужна дополнительная информация, чтобы понять по поводу дальнейшие вопросы нашего вебинара. То есть надо ли кратко об этом сказать. То есть изучали ли курс управления изменениями, управление проектами? Вот если что-то изучали, поставьте, пожалуйста, плюсик. Потому что сейчас как раз вот эти... Понятно. Тогда, значит, поговорим вот о чем. Что вот эти основные риски, подводные камни, они, естественно, не из воздуха берутся. То есть ракету-то я изобразила, но подводные камни берутся не просто-то. А они берутся из того, что у вот этой системы, вообще у проекта внедрения IT-активов, потому что сначала это проект. Давайте тогда кратко тоже напомню, что такое проект и что такое процесс. То есть проект – это деятельность по созданию уникального процесса, продукта, услуги, ограниченной по времени и приносящей компании какую-либо ценность. Вот. Так вот у каждого затем, после того, как проект внедряется в компании, он уже начинает, как говорится, повторяться на регулярной основе, так сказать, переходит уже в процессную деятельность. Так вот, у проектной деятельности, а поскольку мы говорим именно о внедрении IT-активов, то есть о внедрении IT-активов, управлении IT-активов, как о проектной деятельности, так вот у проектной деятельности есть свои заинтересованные стороны. Причем называют, что они заинтересованы, но далеко не всегда они как раз заинтересованы в том, чтобы проект совершился. То есть иногда они заинтересованы в том, чтобы этот проект не состоялся. Так вот, у внедрения IT-активами заинтересованных сторон достаточно много. Повторюсь, кто-то из них действительно заинтересован в том, чтобы система была внедрена, кто-то заинтересован в обратном. Так вот, это, безусловно, само подразделение IT, которое вообще неоднородно. То есть, например, отдел, который занимается разработками или отдел, который поддерживает инфраструктуру, часто даже говорят разными словами и не очень хорошо понимают друг друга. Поэтому, соответственно, внутри IT-подразделений есть достаточно большая группа заинтересованных сторон в управлении, во внедрении данного проекта и данного, соответственно, данной системы. Дальше, естественно, бухучет, потому что управление IT-активами без смежных подразделений не внедришь. То есть, когда я давала вам определение, я сказала, что да, что это учет на управление на всех этапах жизненного цикла IT-активов. Но здесь следует еще добавить что? Что взгляд и там, то есть управление IT-активами, он всегда материальный, финансовый. То есть, есть два взгляда на IT. Это IT-сервис, IT-сервис менеджмент, IT-SM. И там. То есть, IT-сервис менеджмент больше смотрит на то, какие конфигурации, какие элементы необходимы для того, чтобы осуществить IT-услуги для компаний. А и там смотрит со стороны, сколько денег надо. Сколько денег надо потратить и вообще, какие деньги это приносит. Вот, поэтому здесь получается, бухгалтерия, она, естественно, является тоже заинтересованным лицом во внедрении системы управления IT-активами. Дальше. Бухгалтерия, да, это одна ипостась. Ну, в частности, вот инвентаризация, да, активов без, а без инвентаризации, соответственно, у нас и системы управления IT-активами не будет. Так вот, инвентаризация – это одна тема. А дальше еще и финансы. Потому что, а как рассчитать? А какие подходы использовать для расчета, например, общей total cost ownership, общей суммы владения, да, как самим, самой системой управления IT-активами, так и IT-активами как таковыми. Обязательно безопасность тоже интересуется всегда при внедрении любой системы. А как это отразится на компании? И, конечно, юристы, комплайн, закупки, продажи, маркетинг, подразделения, которые приносят компании деньги, то есть это, да, подразделения продаж, это все у нас заинтересованные стороны при внедрении данной системы. Ну, и потом при поддерживании данного процесса тоже. То есть, сложность, главное, и там, или управление IT-активами в том, что очень много заинтересованных сторон, и у них очень часто разные цели и разные взгляды на один и тот же процесс. Ольга, вам приходилось когда-нибудь управлять проектами, в которых вот все эти представители всех этих подразделений принимали участие? Просто мне приходилось, и неоднократно. И вот хочу сказать, что главное это вообще научить их слушать друг друга и находить компромиссы. Поэтому вот первый подводный камень как раз кроется в том, что без участия снежников, условно говоря, снежных подразделений, внедрить систему управления IT-активами невозможно по определению. Потому что IT-актив не может приказать бухгалтерии или финансам, а давайте учитывать эти активы так, а давайте вы будете предоставлять такую-то информацию. Вот, то есть, это первая сложность, которая имеет место быть при управлении IT-активами. Ну, и все остальные подводные камни, они тоже как раз кроются вот на этом пересечении взаимодействия с бухгалтерией, с финансами, с безопасностью и с другими подразделениями. И, что самое-то, как говорится, интересное, что и внутри IT тоже. Почему это возникает? Ну, потому что, смотрите, значит, есть ряд вопросов, которые волнуют как само IT, так и подразделения вне IT. Ну, давайте начнем, посмотрим с того, что волнует внутри IT. Как я сказала, что противоречие внутри IT – это тоже один из подводных камней. Ну, очень часто отсутствие общего видения. Как я приводила вам уже пример, что когда общаются IT, которые занимаются разработкой, IT, которые поддерживают инфраструктуру, это вообще совершенно разное IT. То есть, помню, присутствовала сама неоднократно на таких совещаниях, просила порой IT-директора мне перевести, что говорят представители инфраструктуры, потому что разработчиков я просто лучше знаю, с ними больше общалась. Так вот, IT-директор тоже говорил, знаешь, для меня тоже иногда то, что говорит представитель инфраструктуры – это птичий язык. Вот, поэтому здесь вот общее видение тоже часто отсутствует. Много усилий в IT уходит на устранение последствий и мало на развитие. Это связано часто с недостатком ресурса. Особенно в наше время, все-таки, несмотря на то, что IT претендует стать подразделением, которое осуществляет в компании не только партнерскую, но и стратегическую функцию. Собственно, на этом и родился подход ITSM, и там, да. А вот, но, тем не менее, очень часто ресурсов для подразделения выделяют по принципу, что оно поддерживающее подразделение. И поэтому часто им хватает только, как говорится, закрыть, золотать дыры, а не внедрять дополнительную систему по управлению IT-активами. Дальше. Очень сжатые сроки. И там это не то, что можно внедрить за один, два и даже три месяца. То есть это очень серьезное такое изменение, и планировать его надо очень тщательно. Ну, здесь это скорее психология, больше психологический аспект в IT, что все делают сами, и сами любят делать все. Поэтому вот это вот распределение между своих сил и подрядчиками часто тоже, как говорится, бывает необстимально. И масса конфигураций, которые относятся к изолированным инструментам. Ну, например, значит, как я уже сказала, есть два взгляда на вещи. Один чисто IT-шный, IT-SM, IT-сервис менеджмент, который учитывает все сервисы, которые проводит IT, и учитывает вот эти конфигурации, которые не конфигурации, но элементы, элементы инфраструктуры, элементы разработки, которые необходимы для того, чтобы сервис предоставить. А вот, так вот, учитывается часто, инвентаризируется весьма разрозненно. Поэтому много, скажем, бывает даже, ну, скажем, не всегда бывает единая база, не налажен процесс по учету вот IT-инструментария. И много как раз таких вот изолированных баз данных, что тоже, в общем, мешает нам внедрению целого процесса управления IT-активами. Вот, то есть, как видим, что внутри самого IT достаточно много подводных камней. Значит, вне IT, ну, почему IT стоит так дорого? Почему из-за сбоев IT останавливается наша деятельность? Вот, самый главный, наверное, вопрос, почему не может предоставить сервис? И как раз вот этот вопрос тоже является, скажем так, основой подводного камня, почему так тяжело внедряется управление IT-активами. Потому что сервис, ну, с точки зрения пользователей часто бывает такой, что IT и так сервис не предоставляет, а еще хотят, чтобы мы какие-то их таблички заполняли. Нам вообще без вашего и тама хорошо. То есть, зачем нам тратить еще дополнительное время? А, как я уже сказала, без дополнительных подразделений управления IT-активами не внедришь. Так вот, почему и так сервис не предоставляется, а нам еще какие-то участвовать надо во внедрении управления IT-активами? Ну, и почему все время нужно тратить деньги на модернизацию IT? Это тоже непосредственно влияет на внедрение и самой системы, например, автоматизированное управление IT-активами, потому что она тоже стоит денег. А даже если это делать отчасти на уровне своих разработок и, скажем так, закупая внешние решения, то денег это дополнительных стоит. Вот, то есть вот это вот здесь вот на этом слайде приведен, ну, наверное, вся такая квинтэссенция остроты вопроса, почему же все-таки IT-активы сложно внедрить в компании. Ну, и теперь давайте вот это вот волнующие вопросы переведем в разные плоскости и рассмотрим с точки зрения, как говорится, подводных камней, с точки зрения IT, с точки зрения финансов и так далее. А вот, ну, то есть тех заинтересованных сторон, о которых мы с вами говорили. Ну, давайте начнем, как всегда, надо начинать с себя. А с себя это внутри IT. И вот здесь, смотрите, здесь есть такой конфликт интересов между и там и управлением конфигурацией. То есть для управления IT активами нужно, например, больше вопроса стоимости, причем стоимость не только самого инструментария, но и стоимость, например, тех сервисов, те выгоды, которые в деньгах, которые сервисы дают, и управление конфигурациями. Ну, значит, если управляли когда-то IT активами, то, в смысле, если связывались с IT, то, например, в той же инвентаризации IT надо не просто знать, какого года тот или иной девайс, например, тот или иной инструментарий, но и то, что сколько стоит, какая версия и так далее. Ну, кстати, версия вот бухгалтерию тоже или какие-то другие службы не интересуют. И для ИТАМа вот версионность, она тоже не так важна. Вот. А вот для здесь как раз нужна какие версии, потому что IT чисто технически достаточно сложно управлять своими сервисами, если он не знает, какие приспособления, какие ПО, каких версий у него есть, потому что разные версии могут конфликтовать друг с другом. А дальше, что еще, например, важно? Если мы говорим об управлении конфигурациями, то для IT очень важно знать, а где находится этот самый ноутбук или где находится сервер, потому что, опять-таки, обслуживание его будет требовать специалистов, ну, в той области, в том месте, где, собственно, этот ресурс находится. Вот. А для ИТАМ, например, находится ли это в Екатеринбурге или в Москве, это не принципиально. То есть здесь получается, что поскольку мы смотрим на одно и то же с разных сторон, то вам, как экономисту, будет понятно, что и вот это вот, как сказать, классификация, сейчас просто хочу не айтишным языком сказать, что и вот учет будет строиться по разным критериям, так, наверное, проще сказать, понять не будет. Поэтому вот это вот уже есть сложность. Значит, дальше. Маркировка IT-активов тоже процесс неочевидный, непростой, тоже требует дополнительных, соответственно, дополнительных даже, как говорится, установок, дополнительных договоренностей о том, как мы это будем делать. Инвентаризация IT-активов тоже может отличаться от инвентаризации конфигураций, потому что, собственно, если, например, у нас в сервере несколько блоков, которые используются для различных сервисов, то конфигурация у нас будет несколько внутри одного сервера. А, соответственно, актив будет только один. Поэтому вот здесь вот как инвентаризировать? То есть тут будут тоже, опять же, сложности у нас. То есть разная гранулярность получается здесь. Ну и, конечно, очень это все непросто синхронизировать с процессами поддержки и синхронизировать с другими бизнес-процессами. То есть о чем здесь речь? Что, как я в самом начале нашей сегодняшней встречи сказала, у нас есть два взгляда на вещи. Один IT-шный, IT-сервис-менеджмент, IT-SM, и другой финансовый, так вот, как сказать, взгляды, они отличаются по нескольким параметрам. И для того, чтобы потом внедрить целостную систему управления IT-активами, необходимо сразу разрабатывать комплекс единый, как мы будем учитывать сервисы и как мы будем учитывать IT. То есть, условно говоря, часто рекомендуют начать с внедрения IT-SM. Пример IT-SM – это, например, инцидентная поддержка. У вас в компании есть инцидентная поддержка? Это я сейчас объясню, что такое. Значит, если какая-то что-то случается, поломка какая-то компьютера или программы, то инцидентная поддержка позволяет сразу оперативно составить заявку IT и, объяснив, что произошло, IT, получив такую заявку, очень быстро устранить. Вот эту вот поломку или… Вот. А, есть, да? Отлично. Так вот, соответственно, очень часто рекомендуют начать внедрение IT-SM не с управлением IT-активами, а как раз вот с сервис-менеджмента и, в частности, с инцидентной поддержки, но при этом сразу проработать, а как потом, когда мы внедрим IT-SM, как мы будем все-таки сразу интегрировать это с ИТАН. И на наших курсах, в наших как раз программе по управлению IT-активами достаточно много времени мы уделяем о том, как проработать вот этот единый комплекс процессов. Ну, единая система автоматизации или интеграции тоже об этом надо думать сразу. То есть, если начинаем внедрять систему сервис-менеджмента, сразу надо потом думать, что, как мы это потом интегрируем с ИТАН. И, что самое главное, здесь и написано на третьем месте, это, конечно, поддержка топ-менеджмента. То есть, внедрить управление IT-активами без поддержки топ-менеджмента невозможно. То есть, здесь надо, обычно, как это бывает, либо сам топ-менеджмент обращается к IT-директору и ставит ему задачу внедриться в систему и там, либо, соответственно, IT-директор как раз объясняет топ-менеджменту, приводит аргументы, для чего эта система нужна, и только заручив поддержкой топ-менеджмента, можно внедрять систему управления IT-активами. Вот, то есть, вот это камни, а это, как мы им решаем внутри IT. Дальше, IT и бух-учеб. Как вы уже поняли, мы, собственно, несколько раз я об этом говорила в рамках сегодняшнего мастер-класса, картины мира разные. Одному, сколько денег это стоит, интересно, и более того, даже одному важно, чтобы актив определяется часто по стоимости, другому иногда даже неудобно бывает, ну, так сказать, не каждый актив, который должен быть активом, исходя из видения бухгалтерии, видится как актив. Вот, поэтому картины мира очень разные. Дальше, разные цели и задачи. То есть, IT нужен, учет при планировании, при детализации составляющих, а бухгалтерии нужно, естественно, для того, чтобы в балансе все корректно отражалось. Вот, как я уже говорила, что вот о фактическом расположении элементов, бухгалтерии далеко не всегда это, ну, собственно, не важно, где этот компьютер находится в Екатеринбурге или еще где-то, важно, что он на балансе, ну, или не на балансе, в данном случае он важен, что на балансе, и важно, сколько он стоит, когда его, соответственно, будем списывать. Вот, то есть, вот это, да, особенность разных взглядов на вещи. А что, ну, и да, вот еще такой очень важный подводный камень, что когда внедряется новая система учета, и туда необходимо вносить дополнительную информацию, которая нужна, а те не нужна, например, бухгалтерии, то бухгалтерия очень сильно волнуется, что для нее будет дополнительная нагрузка. И вот здесь очень важно, во-первых, дружить с бухгалтерией, ну, собственно, при любом изменении очень важно быть в хороших партнерских отношениях со смежными подразделениями. Это, конечно, основа любого успешного изменения. Но, помимо того, что дружить с бухгалтерией, четко взять, например, на себя функцию первого ввода данных, то есть показав, что бухгалтерия, не волнуйтесь, мы эти данные введем сами, более того, потом покажем, придумаем, как это обновлять, чтобы каких-то дополнительных нагрузок с вашей стороны не было. Вот, очень помогает помочь в решении проблем. Как я уже привела пример, вот почему, собственно, часто начинают внедрять и там с ITSM, в частности, с инцидентной поддержки, потому что как раз вот грамотно внедренная система инцидентной поддержки помогает понять другим подразделениям, как полезны вот эти процессы, как они помогают конкретно не IT, а подразделению в первую очередь. И тогда возникает уже поддержка, инициатив со стороны IT. Ну, и очень, да, тоже непростая тема, это интегрировать системы учета IT-активов с системами бухучета. Но, как я уже сказала, что об этом, да, надо вот заранее как раз, собственно, думать. Ну, что касается прозрачного управления финансов. Это, конечно, та ценность, которую управление IT-активами дает финансистам. Но здесь, опять-таки, тоже разное видение, разная-то гранулярность. Для финансистов нужно учить все статьи за трафт, а здесь очень тоже много сложностей. Ну, сложности по ход получения, но это больше уже, как говорится, есть свои ограничения, свои секретности. Но главное, я бы здесь сказала, главное-то не всем нужно прозрачное управление не всегда. Да, говорят, что всем и всегда, но по факту вы, как экономист, наверняка знаете, что далеко не всегда так нужно. И здесь, опять-таки, тоже решение. Максимальная поддержка топ-менеджмента и дружба с финансистами. Да, при любом изменении, не устану это повторять, и сегодня тоже еще несколько раз об этом скажу, что для того, чтобы внедрить систему, во внедрение которой необходимо вовлечь другие подразделения, а информацию вот без этих подразделений IT никто не предоставит, так вот, необходимо показывать другим подразделениям, какую выгоду это им принесет. Поэтому здесь как раз и дружба с бухгалтерией, и с финансистами, и со смежными подразделениями, и в первую очередь внедрение тех элементов и там, которые полезны в первую очередь не только для IT как такового, а для смежных подразделений. Ну, по поводу безопасности. Тут обычно в чем сложность, и в чем подводный камень. Не все данные могут дать возможность учитывать, потому что запретить могут все, и в частности, учет данных, интеграцию с финансами, другими системами, и все это могут запретить из соображений безопасности. Значит, могут иногда просто испугаться, не особенно разобравшись. Вот, значит, здесь что помогает? То есть основной подводный камень запретить могут все из соображений безопасности. Что помогает? Опять же, максимальная поддержка топ-менеджмента, договориться заранее и искать обходные альтернативные пути. То есть когда буду подводить резюме сегодняшнего мастер-класса, то я как раз еще раз скажу о том, кого необходимо включить для того, чтобы как раз решить эти подводные камни, кого необходимо включить с самого начала в проектную команду, которая будет заниматься внедрением IT-активов. Вот. Ну и по поводу смежных подразделений. По поводу разного видения задачи, формы управления активом, это уже, думаю, понятно. Разные системы авторитизации, но главное, не слишком рады вот эти подразделения дополнительной нагрузке. Логика-то ведь обычно какая, что у нас и так все хорошо, без вашего и там как-то жили и проживем. Вот. Решение, да, традиционное уже для нас с вами. Это выгоду этого внедрения системы для бизнес-подразделений и максимальная поддержка топ-менеджмента. То есть, если все это срезюмировать, то какие ключевые факторы успеха? Они же, собственно, обход наших подводных камней. Это поддержка проекта со стороны руководства компании. То есть, тут как нельзя, нужен хороший спонсор и хороший как раз спонсор со стороны руководства. Дальше, с первого же дня в команде по разработке, по внедрению IT-активов должны быть представители всех подразделений, которые затем мы, собственно, вовлечем в этот процесс управления IT-активами. То есть, это помимо топ-менеджмента обязательно финансисты, обязательно безопасники, обязательно бизнес-подразделения, обязательно комплайенс. То есть, представители их подразделения должны быть с самого начала, иначе все придется переделывать, может, придется переделывать опять-таки сначала. Так, ну, единый понятийный аппарат тоже очень помогает, поэтому всегда надо сначала объяснить, что это такое и какие выгоды это нам даст. А вот, эффективное взаимодействие между подразделениями, в первую очередь, именно демонстрация, не на словах, а на деле, своих именно партнерских функций, то есть, с помощью решения вопросов бизнес-подразделений. Ну, и, конечно, применение современных средств автоматизации. Это помогает как раз найти интеграционные решения между смежными системами. Вот это основные такие у нас обходы подводных камней. Ну, и если в вашем компании необходимо будет действительно внедрить систему управления IT-активами, то вот есть у нас курс в учебном центре специалист, где мы все как раз эти подводные камни от понятийного аппарата до разбора лучших практик, до обсуждения факторов успеха обсуждаем. И, собственно, как раз создаем все возможное для того, чтобы внедрение управления IT-активами после, с теми знаниями, которые получены на курсе, было максимально эффективно и минимально болезненно. Значит, что еще всегда, для кого особенно полезен курс? Ну, безусловно, для руководителя, в первую очередь, в том числе финансового директора, потому что, да, именно финансовые выгоды дают управление IT-активами, что в этом плане очень важно. Дальше, да, профессионалы в области управления, специалисты, менеджеры, отвечающие за финансовую эффективность, ну, и как раз вот специалисты-экономисты тоже, конечно, для них это полезно. И тут очень, знаете, полезно бывает начать как раз, как говорится, говорить на одном языке. Так, значит, как вы уже на протяжении сегодняшнего нашего семинара от меня слышали неоднократно, что это, в первую очередь, не технический вопрос, а вопрос грамотного управления изменениями, поэтому я, сделаю, подготовила несколько полезных ссылок на программы наших курсов. То есть это вот непосредственно основной курс управления IT-активами, где подробная программа изложена, можно тоже для себя посмотреть, какие вопросы мы там обсуждаем. А главное, вот, вот без этого понимания, как управлять организационными изменениями и без анализа управления рисками в проектной и сервисной деятельности успешно внедрить как раз, собственно, управление IT-активами весьма проблематично. То есть тут вот этими, да, тут такие вот знания тоже необходимы. Ну и что, тогда я хотела бы, подводя итог нашей сегодняшней встречи, во-первых, уточнить, есть ли у вас какие-то вопросы по сегодняшнему материалу. Может быть, что-то хотелось сейчас уточнить. Какие-то вопросы появились в рамках обсуждения. Если вопросов нет, то прошу плюсик поставить в чате. Если есть, то написать в чате. Ну, а я, подводя итог, еще раз скажу, что в целом внедрение управления IT-активами это очень полезное направление, которое действительно помогает существенно повысить эффективность компаний, но поскольку в данный процесс и в проект, естественно, вовлечены заинтересованные стороны из различных подразделений, то необходимо их всех вовлечь в этот процесс, привлечь. И вот только тогда, то есть подружиться дружно, потому что любое внедрение – это серьезная тема, особенно управление IT-активами, и вместе, собственно, отправиться вот это вот в плавание или, скорее, в космический полет. Благодарю вас, да, очень мне приятно видеть, что информация была полезна. И тогда, Ольга, в конце хочу сказать, напомнить вам, что учебный центр «Специалист» – это ваш путь к успеху. И, собственно, вот наши мастер-классы, которые проводятся в учебном центре «Специалист», наши курсы, и мы все преподаватели работаем как раз для того, чтобы внести свою влепту в ваш успех. Сейчас в заключение включу камеру с тем, чтобы можно было с вами, да, уже и визуально тоже попрощаться и поблагодарить вас, в первую очередь, за ваш интерес к теме, поблагодарить за ваши вопросы, ответы, за активное участие и пожелать вам всего самого-самого наилучшего. А мы в учебном спеццентре «Специалист» с радостью вам поможем в этом.